А в Пензе завершились торжества по случаю 300-летия прославления Казанской Пензенской иконы Божьей Матери. В сквере Лермонтова прошел большой хоровой концерт. Участниками праздника стали не только простые горожане, но и первые лица города и области. Завершающий аккорд больших православных торжеств получился на редкость гармоничным. Перед горожанами выступил один из лучших в своем жанре коллективов России – праздничный хор Данилова монастыря Москвы, возрожденный в 89-м году и с тех пор завоевавший сердца слушателей во всем мире. Вот уже 23 года руководит хором Георгий Сафонов. Он признается, что петь на праздники в честь Казанской Пензенской иконы для музыкантов – большая честь. При Святой Богородице русский народ молился всегда и очень усердно. Пожалуй, самые большие и самые глубокие молитвы возносились именно здесь, на просторах нашей необъятной святой русской земли. Сцену в Лермтовском сквере установили примерно на том же месте, где 300 лет назад находилась Саратовская проезжая башня крепости Пенза. Через нее и устремились бы в город полчища иноплеменников, если бы по необъяснимой причине не отступили, внезапно отказавшись от штурма. Предание связывает спасение Пензы с молитвами горожан перед Казанской Пензенской иконой Богородицы. Торжества, посвященные Пензенской иконой Божьей Матери, это большое событие для нас, для православного людя. Икона многие-многие века сопровождает и помогает нашему православному люду, нашему городу. Хорошо, что такая икона у нас с вами есть. Эта икона и сегодня нас объединяет на благое дело в восстановлении нашей главной святыни, Спасского кафедрального собора. Я думаю, что придет время, когда она займет свое историческое и святое место. Хор Данилова монастыря в Пензе уже в четвертый раз. В репертуаре не только духовная музыка, но и русские народные песни. На этом празднике просто не могли не исполнить солисты и тропарь Божьей Матери пред ее казанской иконой.